Вестник Цветовода 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 Это может быть бассейны С фонтанами Разноуровневые Формальные Это могут быть Водоемы свободной формы Как мы называем Пейзажные водоемы И как здесь вы видите Можно собрать Какие-то водные Красивые растения Декоративные Запустить декоративных рыбок И наслаждаться этим водоемом Как будто бы вы находитесь На берегу природного озера Что касается конкретно этого водоема. Здесь не были применены никакие фильтрующие условия, приспособления, никакие специальные химические препараты для очистки воды. Здесь все было сделано для того, чтобы создалось естественное биологическое равновесие. То есть были высажены специальные растения, цветущие кувшинки, вы видите, с плавающими на поверхности листьями, прибрежные какие-то растения, глубинные растения, которые мы называем оксигенаторы, растения, поставляющие в воду кислород, амортизирующие ее на своих тканях и насыщающие воду кислородом и так далее. И были запущены рыбки. Причем ничего особенного здесь пока ни кои, ни шубунки на золотые рыбки не были применены. Были запущены семейка карасей, которые сейчас вам не видно. Я вот сижу здесь, наблюдаю на мелководье, маленькие рыбки подплывают постоянно к этому куску хлеба и питаются. То есть в прошлом году были запущены 6 карасей, в этом году здесь уже целая популяция местных карасиков плавает. То есть в принципе я что хочу вам сказать. Не надо бояться вот этого материала химического, да, бутилка учуковая резина, ПВХ. На самом деле они были произведены специально и придуманы специально для вот таких вот сооружений природного типа, природного биотопа. Поэтому они абсолютно нетоксичны для живой материи, для рыб, для населяющих насекомых, водоема, для растений и для людей. Значит, что еще могу сказать? Часто бывает, что на садовых участках у нас находятся кошки, собаки и так далее. Они нередко подходят к водоему, пьют воду. Значит, вот такие водоемы, они абсолютно, выполненные при помощи этих гидроизолирующих материалов, они абсолютно нетоксичны и не вредны ни для собак, ни для каких наших домашних животных. Поэтому бояться этих материалов не нужно. Что еще можно сказать? Гибкие. Чем они хороши? Толщина этих материалов до 1 мм, и они прекрасно режутся ножницами. Существуют специальные клеи, клеющие материалы, при помощи которых мы можем склеивать, изменять форму существующего куска ПВХ или бутилка учуковой резины, изменять эту форму, изменять размеры. Больше того, мы можем эти материалы использовать несколько раз. К примеру, вы сделали какой-то водоем, он у вас постоял лет 5-7, потом он вам надоел, вы решили его либо изменить по форме, по размеру, либо просто перенести в другое место. Декорация вся убирается, вода спускается, материал этот поднимается, его можно использовать вторично. В том числе, опять же, склеить, изменить его форму, размер и так далее. То есть материалы очень эти удобные, они на нашем внутреннем рынке присутствуют, и можно ими легко пользоваться. Возвращаясь к здоровью этого водоема, тот вопрос, который беспокоит наших любителей декоративного садоводства. Как сделать так, чтобы садовый водоем не представлял собой лужу с гниющей водой? Вот, как я уже сказала, один из способов, это создать такой водоем по типу природного, где присутствуют все звенья экологической цепочки, начиная от дафна, вот этих мелкоклеточных каких-то водорослей, мелкоклеточных живых существ, там идут всякие личинки, жуки, плавающие и так далее, рыбы, цветущие растения. Вот когда все эти цепочки прослежены, когда это все есть в вашем водоеме, то вода будет существовать сама по себе, очищаясь. Но мы прекрасно понимаем, что экологические условия, погодные условия очень влияют на здоровье и растений, и сада в целом, и, безусловно, влияют на здоровье воды. Поэтому в некоторых случаях мы пользуемся какими-то специальными приспособлениями, просто элементарно, для механической очистки водоема. К примеру, вот сейчас уже скоро наступает время листопада, да, собрать лист опавший. Вот обратите внимание, сачок с крупной сеткой нужно иметь в хозяйстве для ухода за водоемом. Именно для таких целей. Вы можете сад на что-то собрать крупное, да, для того, чтобы убрать. Через эту сетку вода уходит, он не кажется тяжелым, вам легко с ним работать, и в то же время любой плавающий мусор вы можете собрать. Существуют сачки с мелкой сеткой, и они, естественно, могут быть разного размера, разной густоты сетки и так далее. Эти сачки существуют для того, чтобы вы могли поднять какой-то муть. Причем, знаете что, в тех садах, где присутствуют, например, березы, крупные какие-то деревья, во время цветения сыпется пыльца с них, и очень некрасиво покрывает всю поверхность воды. Больше того, это не просто некрасиво, а такая пыльца, такая пленка мелкая, она не позволяет кислороду проходить к толщу воды. Поэтому вот как раз подобные сачки, подобные сооружения нам и позволяют убрать весь мелкий мусор, который плавает на поверхности, и освободить свободный доступ, дать свободный доступ в толщу воды кислороду. Существуют различные приспособления, вот как вы здесь у меня видите, щипцы на длинной ручке. Если мне нужно дотянуться до какого-то дальнего угла или что-то со дна, какой-то мусор поднять, да, на такой же длинной ручке, иногда ручки бывают телескопические, выдвигающиеся, да, то есть вам удобно пользоваться рычагом управления. И в то же время на противоположном конце у вас есть, например, секатор, и вы можете обрезать листья, которые, вот посмотрите, вот эти листья уже крайние, да, которые вышли за пределы уже этой розетки. Их перед началом зимы придется обрезать. Вот как раз для этих целей мы пользуемся подобными приспособлениями.